Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я понимаю, что все ждут Бавовны, потому что новости из Штатов, видите, были так себе. Там еще какие-то новости из Европы, так себе. Но Бавовна есть, я же припас на самый вечер к Бавовну. Но правда, знаете, вот я, к сожалению, вынужден константировать от слова Константин. Нет, это не красиво. Констатировать. Выбирайте сами, как кому нравится. Тот факт, что эта Бавовна, к сожалению, прошла без нашего участия. То есть, расисты ее устроили сами себе, что, в принципе, не уничтожает ее стоимости. И нам от этого только становится еще радостнее. Итак, представьте себе уровень дебилизма. Полигон в Ростовской области. Рашисты высаживают десант учебный на голову другим расистам, которые должны этот самый десант и отражать. И тут, как говорится, Бавовна и развернулась. Это Кузьминский военный полигон, Ростовская область. Значит, у них были запланированы ночные прыжки. Представляете, у них дивные они получаются. Они там через пень-колоду половина личного состава становятся лишним составом. А то ночные прыжки. Представьте себе, самолет летит куда попало. Зенитка снизу стоит. Тоже хренячит куда попало. Она понятия не имеет, чего там вообще этот самолет летит. Ну, связь же между ними 0,1. Столько же десятых. А парашютисты вообще прыгают половиной пьяной и без парашютов. Ну, как всегда у них, да? Вот, так приблизительно это все и получилось. Кто из них был пьяный, кто трезвый, это уже покажет следствие. В любом случае, значит, начали высаживаться вот эти вот, так называемые десантники самолетов. Повыпрыгивали оттуда. Но почему-то тот личный состав, который был снизу на Азушках 23-х, это такая скорострельная пушка. Их никто не предупредил о том, что будет учение. Ну, как обычно на России бывает. Все так оно всегда и есть. Короче говоря, они видят этот десант и понимают, что это клятые хохлы уже высадились с Ростовской области. Сейчас будут захватывать штаб Южного военного округа. Видимо, насмотрелись на Жеку Пригожина, как он его захватил за 20 минут. Решили, видимо, хохлы сделать то же самое. Вот, собаку не даст соврать. Короче говоря, да, еще и собака есть. Да, так вот, что получается. Значит, они открывают огонь по этому десанту. Но поскольку они были то ли не тверезые, то ли еще какие. Значит, по десанту они особо сильно не попали. Но, тем не менее, по двоим попали. Двоих порвали в клочья. Там ранение несовместное, ну, из дужки попал, когда уже там человек разрывает на две части. Такие там ранения, там все, там хана. Вот, короче говоря, двоих отправили, сразу же закобзонили, отправили курсом русского военного корабля, которая теперь подводная лодка. А все остальные, значит, там в ужасе в таком бегают, суетятся. Что, ну, я только же, мне, говорит, нравится, когда они бегают, суетятся так красиво. Да, как раз из этой оперы. Да, так вот, остальные, давай разбираться, что ж такое. А знаете, в чем прикол? Что, значит, вот этот вот, который на Зушке сидел снизу, на Пушкиной этой, он на смене был 14 часов, его никто не сменял. А что же вы хотите, если он еще и там не совсем ментально здоровый, потому что он, оказывается, он тоже из зоны так называемого СВО прибыл. То есть, его не хотели демобилизовать, его просто перелили в Ростовскую область. И заставили, как говорится, на смене стоять 14 часов. Под конец у него, видимо, от обилия впечатлений глаза уже были вот такими. Он видит десант хохлов, который высаживается ему, значит, прямо за шиворот. И расстреливает аккуратно этот десант. Не зная, что это, как говорится, friendly fire. Ну, побольше бы такого, знаете, приятного на ночь. Собода Украина.